привет привет всем и добро пожаловать на мой канал я всем рад и очень рад тому что вы со мной и не оставляете меня огромная вам благодарность за это я не стану вас развлекать бесконечным летом наверное никогда а потому устраивайтесь поудобнее и слушайте так сказать мое чтиво то как я читаю ну и тем из вас кто сейчас перекусывает или завтракает или обедает или ужинает приятного аппетита да я сам люблю так вот сесть покушать и что-нибудь посмотреть на ю тубе это уже наверное закономерность я бы сказал ну что ж будем продолжать тут у нас на фоне такая веселенькая музычка играет а почему а потому что семён от нечего делать увидел что электроник очень быстро идет в библиотеку и потом выскочил оттуда а за ним гноложение ну семян же проследил за электроником а куда он мог побежать но разумеется свой любимый кружок кибернетики и гадалки не ходи правда поэтому мы отправили семена сразу сюда и вот он здесь и электроник нам собирается рассказать что же произошло почему же он так выскочил из библиотеки шустро что же сейчас вот и узнаем электроник глубоко вздохнул собираясь силами знаешь мне женя с первого дня нравится после этих слов мне захотелось упасть на пол и начать кататься разрываясь от яростных приступов хохота но из уважения к нему я сдержался однако дальнейшие его слова пролетели мимо ушей и вот я все-таки решился ну а что дальше ты сам видел смелый парень ничего не скажешь ты это старайся что ли все будет я еле сдерживая смех похлопал его по причин спасибо за поддержку он грустно улыбнулся ладно мне пора дела я пулей выскочил из здания кружков и в боль он насмеялся хотя если подумать электроник и женя прекрасная пара они действительно подходят друг другу непонятно тогда чего же не ему отказала я шел в сторону площади и размышлял над этим происшествием дальше а ведь электроник не такой уж и простак вот так вот признаться девочки даже понимая что последует отказ или это наоборот из-за того как раз что он простой как три рубля в любом случае его поступки чувствуется какая-то честность искренность что ли более сложные люди стали бы часами днями месяцами годами обдумывать как лучше все это преподнести какие могут быть последствия да и вообще стоит ли ввязываться да уж так бы поступил и я нет точнее поступал а вот он взял и сказал да неудачно но ведь могло выйти по-другому вот уже обед эти мысли окончательно загнали меня в состояние черной тоски так что сигнал на обед обычно такой желанный не вызвал у меня совершенно никаких эмоций столовая была битком похоже лагерь потихонечку выходил из утренней депрессии может быть тому способствовало солнце выглянувший за туч а может еще что то что я пропустил гоняясь за электроником свободными оказались только места за столиком где сидели ульяна и алиса опять с ними собравшись силами я направился к ним поесть и все же было необходимо можно садись уж а чё такой хмурый ты-то веселый через чур равновесие энергии во вселенной восстанавливаю ульянка захихикала как ни странно девочки не обращали на меня никакого внимания разговаривали о своем сначала я подумал что это и хорошо но потом мне начало казаться что они просто не замечают меня кстати а где лена за всеми своими мыслями я совсем забыл о ней не знаю просеянно ответила алиса что она так и не появлялась как видишь я кинул взглядом столовую но нигде ее не увидел и никто они ничего не слышал нет а вам это не кажется странным а что странного может дочиталась может спит может еще что ты ее с собой не путаешь да тебе то какое дело раздраженно ставила алиса ну если человек пропал когда шурик исчез ты что-то так не волновался это другое дело да и почему же я не нашелся что ответить и несколько секунд отсутствующим взглядом просто смотрел на алису а потом уткнулся к себе в тарелку она не стала допытываться обед был закончен я молча встал не прощаясь вышел из столовой значит ли она пропала и что мне теперь делать с другой стороны а почему я должен что-то делать именно я где я почему кто все эти люди где я почему кто все эти люди ведь нельзя же точно быть уверенным что лена та кем кажется может всего этого вообще не существует зачем тогда переживать впрочем сейчас лена для меня была лены именно той скромной тихой девочкой которую я встретил первый день и даже все ее странности в поведении не могли повлиять на моё к ней отношение в конце концов не факт что я все еще существую так что пока этот мир логичен хотя бы в какой-то мере надо играть по его законам я быстрыми шагами направился к домику вожатой зайдя внутрь я увидел ольгу демитриевну которая лежала на кровати и читала книжку вы не знаете где лена не то что такое ее с утра нигде нет не было на завтраке не было на обеде и она непонимающе посмотрела на меня что и когда шурик пропал вы весь лагерь на уши поставили уже с утра я тебя не понимаю действительно странно как там похоже с вожатой опять творилось что-то странное она вела себя абсолютно необъяснимо нелогично то есть это нормально и где она тогда сейчас не знаю спокойно ответила ольга дмитриевна это уже переходит все границы я начал выходить из себя спросил мику она ее соседка все таки да идея хорошая тем более что здесь мне явно ничего не добиться я вышел на улицу громко хлопнув дверью и направился искать домик мику и лены хорошо что девочка оркестра рассказала мне в свое время где живет поэтому буквально через минуту я уже стоял возле двери их жилища надо было постучаться но рука у меня почему-то не поднималась сделав несколько глубоких выдохов и вдохов я аккуратно ударил дверь несколько раз пойдите послушался знакомый голос привет а ты не знаешь где лена нет не видел ее сегодня а ты к ней да и тебе не кажется это странным тот момент я начал подозревать всех обитателей лагеря сокрытие информации о местоположении лены в заговорах причастности к моему появлению здесь в убийстве кеннеди и в сотне еще более ужасных вещей ну знаешь может быть я думала что она ушла куда-то а потом как-то забегалась завтрак музыкальный кружок помогала убираться а потом обед а потом а потом хорошо понятно а вчера все было нормально ну она пришла поздно и сразу легла спать я даже как-то ничего такого и не заметила похоже здесь мне тоже ничего не светит спасибо коротко бросил я и вышел сейчас мне казалось что пропавшая лена единственный живой человек среди этой стаи говорящих манекенов я обязательно должен ее найти однако одному это сделать было почти нереально поэтому я отправился за помощью а кто мне поможет охотнее всего конечно же славя я решил что она вполне может в такое время заниматься уборкой чего-нибудь например площади туда я направился мое шестое чувство не подвело привет привет а ты Лену не видела? нет а что? ее с утра нигде нет не было на завтраке не было на обеде странно вот и я думаю что мягко говоря странно поможешь мне ее найти? ну извини может попозже а то у меня тут уборка меня словно молния ударила я сделал несколько неуклюжих шагов назад и бросился бежать прочь от этого места нет это была не славя ее как будто подменили как и всех обитателей этого лагеря что же происходит и что самое странное все это связано не со мной а с Леной может быть она тоже сюда попала так же как и я точно поэтому на большую часть времени и ведет себя так тихо хотя постойте а знакомство с Алисой нет что то тут не сходится так моя голова была готова взорваться я начал задыхаться отдышавшись я гляделся по сторонам и обнаружил себя на автобусной остановке сел на бордюр и закрыл лицо руками если раньше от меня ничего не зависело Однако все хотя бы шло относительно безопасно, то теперь я, как и прежде, бессилен, но ситуация в корне изменилась. Наблюдать битву со стороны без угрозы для своей жизни и оказаться в самом ее центре, не в силах помочь своим, это две большие разницы. Я просто сидел. Ну что ж. Вот на этом месте мы Семена пока и оставим. А что же он подпримет дальше? Ну что же, мы уже выясним в следующей серии. А чтобы она поскорее вышла, вы знаете, что нужно делать, не так ли? Знаете. Поэтому. Скорость выхода в следующей серии зависит от вас. Все. Больше ничего лишнего не скажу. Продолжим в следующей серии. Всем пока.